...перспективы в Беларуси за ее пределы, в том числе. Я думаю, что это тоже многим тут будет интересно, если не очень интересно, или не самое интересное. Но, тем не менее, на самом деле, не ожидайте тут сильно многого, то есть я не буду выдавать вам какие-то там телефоны рекрутеров, которым вы можете названивать и просить вас на работу, или еще что-нибудь. Я просто банально покажу вам пару картинок, расскажу то, что я знаю в этой студии, и скажу, что у вас есть возможность, если вы захотите, найти там работу. Все, то есть ничего такого выдающегося, но тем не менее. В Беларуси, на самом деле, сами понимаете, не густо. Простите, мой французский. Буквально пару картинок, то есть из крупных компаний, которые у нас есть, это, я думаю, все знают, у нас есть Bargaming, у нас есть Nival, у нас есть Steel Mancus. То есть я как-то не буду комментировать конкретно, как там у кого стоят дела и так далее, просто говорю, что они есть. Steel Mancus уже давным-давно работает над своим, не знаю, на Гаспортайном, нет, но довольно таким амбициозным проектом Today's To Vegas. Я не знаю, выпустят ли они его или нет, но тем не менее, они периодически предлагают работу, если вам нужна работа, если вы хотите где-то начать. Я не хочу, чтобы это звучало как-то плохо к Steel Mancus и так далее, что я не знаю, что у них происходит, но просто у вас есть возможность найти там работу. И они делают, вроде бы, еще делают проект. Валя. Сори. Не делают. А вот у нас в Минске тоже так, что художники разделяются? Один текстурой, любой там просто анимирой, да? Вы как говорите, сразу же. Или у нас кто, что умеет? Нет, ну, часто довольно кто, что умеет, но аниматоры, как правило, отдельно, да? А дальше моделеры и текстурщики, как правило, в Минске тоже отдельно, да? Но все зависит от конкретного человека. Если ты умеешь и моделить, и текстурить, то, соответственно, ты дороже, как специалист, ты можешь делать все вместе, и никто не запрещает. Но, как сказать, если ты хочешь найти работу, да, то уметь одно без другого довольно проблематично, потому что, если ты крутой модель, и ты скажешь, смотрите, моя моделька, как я сделал, когда я стал твою работу, и там такой убогий серенький танк, да, без текстуры, без всего, это как-то не выглядит, как крутая моделька. Если ты текстурщик, то тебе надо что-то затекстурить для того, чтобы показать. Поэтому любые какие-то базовые навыки нужны, не говоря о том, что, в принципе, разворачивать модели придется и текстурщикам, и моделлерам, поэтому тоже это какой-то такой опоюдный скилл. Вот, дальше, это картинка у нас, картинка у нас, дальше, дальше, картинка. Я, честно говоря, не знаю, чем они там занимаются в Невале, то есть они точно не говорят, что делает Минский офис, я знаю, что они немного помогали салонами онлайн, и у них есть какие-то проекты для социальных сетей. Это, ну, это, как бы, та свободная информация, которую мне удалось найти, то есть, например, какие-то вот стратегии такого типа, сейчас вот эта картинка примерно из такой стратегии. Опять же, у них есть офис в Минске, Невал предлагает, там, неплохой соцпакет и так далее, да, то есть это не реклама, но, опять же, у вас есть возможность найти там работу, и все зависит от вас, то есть поднялись, сели, научились, пару лет прошло, и пожалуйста. И еще одна компания, это Park Gaming Net, которая сейчас во всю выпускает себе мир танков. Вот, опять же, есть студия, есть проект, в который играет уже больше миллионов человек, на самом деле. Приходите, делайте танки, ну, я не знаю, что тут больше сказать, на самом деле, кроме того, что у вас есть такие возможности. Это, как бы, цель, фактически, того, что я вам пытаюсь показать. То есть, возможности есть, я не знаю, понятно, что всем хочется делать, да, большие блокбастеры и так далее, но, если вы хотите сделать первый шаг, то самый близкий шаг у вас, вот, собственно, это все с белорусскими студиями, и, если будут вопросы, можете спросить сейчас или потом, я не знаю. У нас в Нинске с какими программами работают? Ты знаешь, я работал только в Wargaming Net, и там все очень любят Майя. То есть, когда я сюда пришел, мне сказали, не бойся, пользуйся 3DM. Ты знаешь, что-то там отрисовываешь, да? Майя, Photoshop, ну, ты можешь, фактически, пользоваться Максом, но мне быстро сказали, знаешь, когда ты постоянно интерируешь со своим лидом какой-то танк или еще что-нибудь, и чего-то ему замоделил, заэкспортил в Майю, чтобы он мог проверить, потому что Максом посмотреть не может. Он же говорит, у тебя тут как, иди назад, экспортишь, бас, у тебя там сбились нормальные группы, сглаживание, тут съехала разверка, и ты думаешь, ну, его нахрен, тут какая моя работа. То есть, вот так оно было у меня. Вот, теперь, зарубежные компании, кстати, да всякий пожарный, то есть, тут тоже, опять же, несколько скриншотов, но я не писал на них какие-то компании и так далее, тут вот на столе лежат бумажки, что-то типа приложения, на которые, в принципе, можете взять, если вам интересно, там написано имена всех компаний, вы потом можете погуглить и узнать еще что-то, что вам надо, если вдруг вы заинтересуетесь. Так, они тут как-то как-то автоматически рассортировались. Вот это вот Metro 2033 от 4A Games, причем, я не знаю, насколько вам его тут видно, довольно кошерный проект, если так можно сказать, то есть, действительно, графика у него очень хорошего уровня, и многие игроки по всему миру, ну, то есть, я слышал абсолютно от независимых людей, да, там, и не из СНГ и так далее, которые говорят, что, о, по-моему, лучшая графика, которую я видел в играх, была в Metro. То есть, это такой довольно весомый комментарий, если так можно сказать. Эта студия, если мне не изменит, там ведь основали ребята, которые вышли из JSC Game World, которые делали Stalker, и они сейчас вообще работают, они делают сиквел, по-моему, Metro 2034, у них есть большой международный издатель, и, в принципе, никто не мешает сесть и поехать в Киев поработать на них, опять же. Следующий, Аллода онлайн, я, правда, не знаю, прямо сейчас они что-то еще на них делают или нет, это ребята из Невала, которые сейчас уже в Mail.ru, по-моему, я не знаю, они там очень кучу раз не ребрендились, но если вы погуглите Аллода, вы, наверное, найдете. Это абсолютно чумовая МО, на самом деле, чумовая с точки зрения Art Direction, то есть, эти люди создали, как вы видите, такой двухмерный, то есть, как сказать, двухмерный, они не используют ни карт нормалей, ни спеков, или спеков, я бы использую, не знаю, но смысл в том, что и графика наполовину рисована, то есть, это самое близкое, к чему вы придете, смешивая моделинг, и классическое рисование, а не создание сложных материалов, как в Next Gen-играх. То есть, все объемы и так далее, и текстуры вы именно рисуете, как бы вы это рисовали на картинках. То есть, вот, у них очень, 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 очень хороший Art Direction, то есть, все вот эти вот локации, да вы видите, такой сочный зеленый свет и так далее, и так у них по всему проекту. То есть, они очень здорово взяли основу с самого начала, да, то есть, работа с формами, работа с цветами и так далее. Они очень много делали постморфов, то есть, рассказывали, как они это делали. Это действительно очень грамотный подход, и там работают, на самом деле, не просто одни из лучших художников в СНГ, там есть одни из лучших художников в мире, по большому счету. Их, на самом деле, не так много, но пару штук, которым действительно не стыдно за себя абсолютно. Вот. Опять же, Москва, пишите, звоните, никаких проблем. Это Югорза Биар, тоже студия, по-моему, либо в Москве, либо в Питере, я не знаю, но она российская, они тоже вроде как делают негазгенный шутер по стрелялке под водой. У них вроде бы был издатель, но я сейчас вам точно уже не скажу. И опять же, на бумажке есть название, погуглили, посмотрели, захотели работу, написали, может, сделали тестовое задание, или там что-нибудь еще, и вуаля. Дальше, это уже чуть более дальние зарубежные, исходя, по крайней мере, из политических границ. Это ребята из Текланд, Польша. На удивление, они уже много лет выпускают игры, которые пользуются неплохим спросом на Западе. То есть, видите, они сертифицированы для PlayStation 3 и для Xbox. То есть, они делают их новый проект вот в этой же серии, я даже не знаю, как это читается, но их новый проект в этой же серии, одна, по-моему, в десятке самых популярных фигурных гейм-трейлеров. То есть, люди заходят, люди интересуются. Это тоже о чем-то говорит. И, если мне не изменит память, они работают на польском, но, я думаю, смесь русского с английским аппаратом. Ва. Следующие абсолютно чумовые ребята из CD Projekt Red, которые только что выпустили второго вечера, и вы сами можете видеть, это ведьмак. Выглядит он просто потрясающе. Действительно, вся игра выглядит потрясающе. И многие сейчас говорят, что это одна из самых красивых игр, которые они когда-либо видели, и сделали ее в пару часов езды отсюда. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы собрать достойное портфолио, представить этим чувакам и немного подучить польский, снова же. Вперед из песни. Это просто логотип Crytek. Я не знаю, многие тут знают, кто такие Crytek или тек. Но всякий пожарный. Crytek, как компания в целом, уже, наверное, лет 10 делает этих самых технологичных игр на свете. Начиная с первого Far Cry и заканчивая Crysis 2, который вышел совсем недавно. Так вот, у них есть офис в Киеве, в котором уже около 60 человек, они работают уже, по-моему, пару лет над неанонсированным проектом. И они, опять же, активно рекрутируют народ. Причем, надо отметить, что корпоративная культура у них абсолютно на уровне Crytek. То есть, Crytek, в принципе, офисы по всему миру. И они, как бы, стараются поддерживать плаву качества. И, опять же, тоже корпоративная культура. То, чтобы работать там, вам не просто нужен достойный навык, но еще и те же знания английского, да, и все обычные там качества, которые ищут. То есть, там, коммуникативность и так далее. Но, все факт, то есть, английский вам там подобится, несмотря на то, что они в Украине. Вот. И, наверное, работают они на чем-то интересном, хотя пока что мы не знаем. Окей, это скриншот из сталкера Tracy Gims. Опять же, они что-то еще делают, я не знаю, они когда-то сделали казаков, потом они колебали пару сталкеров, которые будут запуществить большой популярностью на Западе. Если кому-то интересно, вперед. Это Катаури Геймс, который находится сейчас в Калининграде. Тоже не так далеко, все возможности у вас в принципе реальные это, как-то, были Elemental Games, которые сделали космических рейджеров, если кто-нибудь помнит. Потом они распались, эти ребята ехали в Калининград и сделали Kings Bounty. И теперь вот следующая экономошка такая мультяшная, рисованная, которая называется Royal Pastage. Вот. И последнее, наверное, по-моему, последнее, это People Can Fly. Это тоже польская студия, расположенная в Варшаве. Они сделали пейнкиллера. В свое время, если вдруг кто-нибудь играл, такая веселая игра. И последний их проект это Bulletstorm, из которого он показывал спецэффекты там с ошметками крови, мясом и скелетами. Вот это оттуда. И смысл в чем? Смысл в том, что пару лет назад их купили Epic Games. Epic Games это вот их ролик мы видели с вами в самом начале. То есть это одна из самых крутых студий фактически на свете, которая технологическую планку качества задает уже много лет и их движком пользуется практически, ну не практически, но половина самых крупных проектов в мире. И они являются их подразделением. Они находятся, несмотря на это в Варшаве, то есть им регулярно приезжают продюсеры из Северной Каролины, какие-то художники. Но сам факт, то есть, чтобы вы понимали, несмотря на то, что они находятся под боком, это студия мирового уровня. И они точно не будут размениваться нанятием человека из Минска или нанятием человека там, я не знаю, из Англии или из Португалии и так далее. Их это не заботит. Поэтому, если вы хотите работу там, то вам надо просто быть лучше всех куроков Англии и Португалии, и тогда у вас будет ваша работа. Еще один тоже потенциальное место работы это Sable Interactive, который находится в Питере. То есть, они тоже делают игрушку, она эксгенная, потенциально может быть что-то интересное. У них тоже есть издатель, правда, я не помню, как его зовут, но, опять же, они сделали когда-то в свое время таймшифт, причем доделывали. Это был такой почти блокбастер. То есть, это была довольно большая новость на постсоветском пространстве, потому что игры такого масштаба там мало кто делал, хотя и доделаны, но, тем не менее, этим немножко прославились. Если вы хотите попытаться посмотреть на что похожее в следующий проект, и все, компании кончились, и теперь пару слов, наверное, кому-то интересно послушать про зарубежий. Наверное, может быть. Нет, ну, неважно. Расскажу немножко про фриланс, на самом деле. Существует такое расхожее мнение, что можно делать игры, причем, ну, или что угодно, ну, наверное, с мирами больше. Самые крутые игры на свете, сидя дома, отсылая где-нибудь там чувакам в Америке по интернету, и, в общем, получать много денег и быть счастливым разработчиком игр. Нифига. Простите, пожалуйста. То есть, оно все не совсем так работает. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь изучал экономику и сталкивался с концепцией аутсорсинга, то смысл ее в чем? Смысл ее в том, что компания переносит те работы, которые не создают ценности для ее продукта, то есть, создают минимальную ценность для ее продукта в какие-то удаленные регионы, где цена создания этих объектов намного ниже. То есть, смысл в том, что вы никогда не будете, практически никогда не будете работать на том, что действительно в проекте важно. Это номер раз. То есть, вы можете, как те же китайцы, делать какие-то там бочонки, машинки, возможно, вы будете делать каких-то злодеев, которые будут стрелять главные герои. То есть, такое тоже бывает, когда у вас очень хороший уровень, и некоторые компании вполне себе аутсорсируют персонажи. Например, для Killzone 2, если кто-нибудь знает такой огромнейший, бастер на PlayStation 3, очень много персонажей аутсорсируется, причем достаточно из них в СНГ. Но, пункт номер два. Есть разница в работе, когда вы просто делаете то, что вам скажут, например, ну, как это можно сравнить между ремесленником и художником, если кто-нибудь понимает, о чем я сейчас говорю. То есть, если вы будете работать аутсорсером, то вы всегда будете делать то, что вам говорят. То есть, у вас не будет возможности совершенствовать какой-то, как вам кажется, визуальный ряд. Фактически, вы будете очень часто не согласны с тем, что от вас требуют. То есть, такое случается и регулярно. И вы не можете ничего с этим поделать, потому что, когда вы делаете фриланс, ваша работа не сделает самый лучший арт, как вам кажется, а ваша работа сделает то, что от вас хотят. Когда вы работаете в студии, все немного иначе. Вы имеете какое-то слово, вы имеете какой-то вес и фактически вы можете влиять на весь процесс разработки в целом. Особенно, если вы говорите правильные вещи и делаете хорошую работу. Если вы делаете хорошую работу во фрилансе, шанс, что вас кто-нибудь будет слушать, минимально. Все равно. И как бы в этом стоит отдавать себя честно, что если вы думаете, что вы можете делать крутые игры сидя тут, то вы можете делать кусочки крутых игр. Очень важно. У меня как-то был разговор с моим хорошим товарищем, который делал объекты для неанонсированного проекта ID Software, который же на самом деле неанонсированным, начинается на D и заканчивается на U.4. Я тогда сказал, вау, клево, я играл в игры ID Software, когда был маленький. охренеть, я так люблю их игры, типа тебе везет, чувак, бла-бла-бла-бла-бла. И он мне сказал, знаешь, я ему тогда сказал, знаешь, это как для меня было бы как поесть пиццы с черепашками ниндзя, потому что он скажет, я обожал черепашек ниндзя. Но он мне сказал, что, знаешь, нифига, это как доедать пиццу за черепашками ниндзя. Это действительно факт, то есть, фактически так оно есть. И если вы хотите быть частью команды, если вы хотите делать игры как художник, который приносит какой-то творческий вклад, а не только какой-то ремесленнический, если так можно сказать, то вам нужно иметь это в виду.